Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня коротко для людей, интересующихся темой шамана. Не хотел больше снимать никаких видео по этому поводу, но сегодня такая информация оказалась доступной для меня. Конечно, всё так непроверенно, я бы сказал, и никаких там реальных фактов, конечно, привести невозможно. Но хотелось коротко обрисовать ситуацию. Считайте это моим личным мнением, моей личной информацией. Так что хотите – верьте, хотите – нет. Вот. Изначально планировалось взять шамана жестко, действительно доставить его в Якутск, там поместить в психиатрическую лечебницу, ну и, как говорится, залечить его до такого состояния, чтобы полностью дискредитировать и показать, что это просто сумасшедший человек. И реально взяли его жестко, так вот прямо, не пройдите, пожалуйста, а заломили руки и увезли. И, конечно, там начали прессовать в СИЗО, куда там его отправили. Но так как действительно шаман такой человек сакральный, и за ним стояли духи природы, во-первых, пошла волна таких резких климатических по всей стране, что, конечно, было заметно всем, всем нам. Прямо такая волна прошла по всему, по всей России и даже за ее пределами. И посыпались исполнители. Трое участников, участников было достаточно много, по разным причинам покончили с собой. Согласитесь, удивительно, когда психически нормальные, проверенные, здоровые люди уходят от этой жизни по каким-то признакам. И руководитель этого проекта попал в больницу с тяжелейшим инсультом. То есть вот эти такие резкие события, то есть физический, буквально физический, энергетический удар, конечно, так отрезвили этих ребят. Вот они поняли, что сейчас доберутся и повыше, если не успокоить, не прекратить. И, видимо, была какая-то такая достигнута договоренность. То есть шамана из психушки выпустили, просто под надзор, домой. Все показывают, что все в порядке, все в порядке, все нормально. Ну, действительно, природа успокоилась. Как-то, то есть, как бы было достигнуто перемирие в этом плане. Ну, вот видите, то есть мистичность этого события. Понятно, что мы вот так вот конкретно, поименно не узнаем. Но я думаю, все равно информация реальная просочится. Так что, конечно, там доверять надо только собственным глазам, собственному опыту. Но вот такая информация к размышлению, считайте ее просто за мое личное мнение. Никаким образом не хочу никак это. И не злорадствую по поводу трагедии исполнителей. Потому что люди подневольные и попали сами, как говорится, абсолютно, может быть, не виноваты. Может быть, даже и раскаивались в этом. Поэтому никакого злорадства, а просто вот эта чудесность вот этих вот, казалось бы, житейских бытовых вещей подчас вот поражает. Ну, все, дорогие мои, это не самого немножко эта тема как-то уже слишком замылена. Все, извините. Пока.